Здравствуйте! Среди редакторов музыки, инструментальной музыки, существует очень мало вариантов под Linux. Под Windows они, конечно, есть, но, как правило, они не свободные, не бесплатные. Поэтому давайте рассмотрим редактор Tux Guitar. Вот он в википедии Tux Guitar. Свободная программа. Существуют варианты под различные операционные системы. На данный момент последняя версия 1.5.4. Она поддерживает различные форматы для экспорта и импорта. Ее можно скачать на данном сайте. Вот сайт, кстати, у меня открыт в разделе Download под разной операционной системой. У меня она скачана и сейчас покажу, что она из себя представляет. При открытии программы открываются вот такие вот окна. Здесь какой-то пример музыки есть. Что-то тут воспроизводится. Здесь в этой программе можно создавать свою музыку, выбирать множество инструментов для этого. Причем музыка может быть многоголосная из множества инструментов. Создавать амбулатуры. Также можно скачивать, допустим, MIDI-файлы и их редактировать. По ним изучать нотную запись. Ну, например, так вот. Online-архив. Открываем. Там множество-множество различной музыки можно найти. Свободно скачать и работать с ней. При установке этой программы изначально может так получиться, что звука нет. В этом случае заходим в инструменты. Дополнения. Находим здесь Fluid Synch Output Plugin. Ставим галочку. Дальше после этого заходим в настройки. И вот здесь в меню звук выбираем именно вот этот плагин для воспроизведения музыки. Это необходимо для программной имитации инструментов. Конечно, аппаратное воспроизведение лучше, но и программное тоже неплохо звучит. Давайте посмотрим, что можно здесь делать. Ну, например, можно импортировать из MIDI-файлов и TEF экспорт. Можно экспортировать ноты в текстовом виде, распечатать, допустим, потом. Можно экспортировать тот же самый MIDI, либо векторную графику, например, для того, чтобы выложить куда-то на страницу, на сайт. Давайте экспортируем. Импортировать. Импортировать. Если запустить, то здесь одновременно 11 инструментов играет. Любую из них можно заглушить. Например, заглушить. Можно какой-то сделать наоборот соло. Тогда только он будет играть. Теперь его заглушим. Можно подредактировать громкость каждого канала. Для этого выбираем вид. Показать инструменты. Здесь открывается окно редактирования выбора инструментов. Убавим. Убавим мы четвертый, например, или второй. Вот он микшер с различными свойствами. Громкость, баланс, реверберация и так далее. Здесь можно поменять инструмент, который нужен. Тут большое количество инструментов на выбор. Какой нравится, можно поставить заменить, допустим, существующий. Также здесь можно вывести проигрыватель. Это маленький, такой удобный проигрыватель, просто для прослушивания музыки. Дальше. Гитарный гриф. Здесь мы можем по по любому каналу, по любому голосу, по любому инструменту посмотреть аккорды, которые сейчас используются. Очень удобно, допустим, разучивать песню на гитаре, глядя прямо сюда. Можно вывести клавиши. То есть, если учиться играть на том же пианино, на синтезаторе, здесь вы можете увидеть любой из каналов, как, что играть. Ну, это в таком виде аккордов. Также можно посмотреть по голосам, по инструментам. Можно вывести в линейном формате ноты, тогда они будут ползти просто в одну строку. Кому как удобно. Вот в таком виде. Zoom in, zoom out это уменьшить, увеличить масштаб отображения нот. Также можно здесь добавить метроном. Кому надо. Ну, собственно говоря, вот то, что я хотел показать. Если какие-то вопросы, задавайте. Ну, и всего хорошего. Спасибо. КОНЕЦ